Продолжение следует... Бегство князя Семена Ростовского. Разбор свидетельств об удалении Сильвестра и Адашева. Казни. Нравственная порча Иоанна. Ссылка князей Курлятьева и Боротынского. Поручные записи. Бегство Курбского в Литву и переписка его с Иоанном. Впечатление, произведенное отъездом Курбского на царя. Отъезд Иоанна из Москвы. Учреждение Опричнины. Митрополит Филипп. Гибель князя Владимира Андреевича. Казни Новгородские. Сыскное изменное дело. Духовное завещание Иоанна 1572 года. Великий князь Симеон. Прежде чем приступим к описанию развязки борьбы, начавшейся в Ливонии, мы должны обратить внимание на внутренние перемены, происшедшие при дворе Московском, в отношениях царя к близким к нему людям. Мы видели, какое сильное впечатление на восприимчивую, страстную природу Иоанна произвело страшное бедствие, постигшее Москву в 1547 году. Сильная набожность, которая заметна в Иоанне во все продолжение его жизни, содействовала тому, что он так легко принял религиозные внушения от лица духовного, священника Сильвестра. С другой стороны, ненависть к вельможам, которую он напитался во время малолетства, облегчала доступ к нему человеку, не принадлежавшему по происхождению своему Исану, к вельможам. Сам Иоанн говорит, что это именно побуждение заставило его приблизить к себе Сильвестра. То же побуждение заставило его облечь полную доверенностью и Адашева, человека относительно низкого происхождения. Привыкнув советоваться и слушаться Сильвестра в делах религиозных и нравственных, питая к нему доверенность неограниченную, царь не мог не советоваться с ним и в делах политических, но здесь-то, уже мимо всяких других отношений, необходимо было неприязненное столкновение между ними. Привыкнув требовать исполнения своих религиозных и нравственных советов от Иоанна как от частного человека, Сильвестр требовал исполнения и своих политических советов, тогда, когда царь не хотел своих государственных мыслей приносить в жертву тому уважению, которое питал к нравственным достоинствам Сильвестра. Отсюда тягость, которую начал чувствовать Иоанн от притязаний последнего. Например, Иоанн принял твердое намерение покорить Ливонию. Это было намерение, которое сделалось после того постоянным, господствующим стремлением иоанновых преемников, намерение, за которое Петр Великий так благоговел пред Иоанном. Но против этого намерения восстали бояре и особенно Сильвестр. Вместо покорения Ливонии они советовали царю покорить Крым. Но мы говорили уже о неудобой исполнимости этого намерения. Иоанн отвергнул его и продолжал войну Ливонскую. Как же поступил Сильвестр в этом случае? Он стал внушать Иоанну, что все неприятности, которые после того его постигали, болезни его самого, жены, детей, суть Божия наказания за то, что он не слушался его советов, продолжал воевать с ливонцами. Бесспорно, что Сильвестр был вообще человек благонамеренный, муж строгого благочестия, что особенно и давало ему власть над набожным Иоанном. Без сомнения, и против войны Ливонской он выставлял благовидные причины. Вместо того, чтобы воевать с христианами, слабыми, безвредными, лучше воевать с неверными, беспрестанно опустошающими границы государства и тому подобное. Но в то же время, как из знаменитого домостроя его, так и из других известий мы видим, что это был человек, иногда предававшийся мелочам, так взявшись управлять совестью, нравственным поведением молодого царя, он входил в этом отношении в ненужные подробности, что должно было также раздражать Иоанна. Природа последнего бесспорно требовала сильного сдерживания, но при этом сдерживании нужна была большая осторожность, нужна была мера. Несмотря, однако, на неприятные столкновения по причине разности взглядов на дела политические, Иоанн, без сомнения, не поколебался бы в своей доверенности и привязанности к Сильвестру и Адашеву, если продолжал верить в полную привязанность их к своей особе и к своему семейству. Но несчастный случай заставил Иоанна потерять эту веру. В 1553 году, вскоре после возвращения из Казанского похода, он опасно занемог. Ему предложили, вероятно, братья-царицы, написать духовную и взять клятву верности сыну своему, младенцу Димитрию, сдвоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого и бояр, Удельный князь не замедлил выставить права свои на престол по смерти Иоанна, мимо племянника Димитрия, вопреки новому обычаю престола наследия, за который так стояли все московские князья. Когда некоторые верные Иоанну и его семейству люди вооружились за это против Владимира, Сильвестр принял сторону последнего, а отец другого любимца Иоаннова, окольничий Федор Адашев, прямо объявил себя против Димитрия в пользу Владимира. Для объяснения этого явления припомним, что Сильвестр и Адашев, пользуясь неограниченную доверенностью царя в выборе людей, необходимо, если бы даже и не хотели того, должны были составить при дворе и во всех частях управления многочисленную и сильную партию людей, которые, будучи обязаны им своим возвышением, своими должностями, разделяли с ними их стремления. Так известно, что Иоанн, избирая какого-нибудь сановника духовного, посылал Сильвестра поговорить с ним, изведать его ум и нравы. В делах военных и гражданских такое же влияние на выбор людей имел Алексей Адашев. Многие из вельмож, князей, видя невозможность действовать самостоятельно при решительном отвращении к ним Иоанна, примкнули к числу советников Сильвестра и Адашева. Быть может, последние сами пошли к ним навстречу, чтобы иметь для себя опору в этих, все же стоявших, на первом плане людях. Очень вероятно, что Сильвестр и Адашев действовали тут по прежним отношениям, прежним связям. Летописец прямо говорит о давней и тесной дружбе Сильвестра с удельным князем Владимиром Андреевичем. Иоанн в переписке своей с Курбским, главным единомышленником Сильвестра, называет князя Дмитрия Курлятьева или Шкурлятьева, которого мы видели прежде в числе соумышленников Шуйского. С него летописец начинает исчисление вельмож, восставших против Воронцова. Любопытно также, что скоро после московских пожаров, когда влияние Сильвестра особенно усилилось, Иоанн женил родного брата своего, князя Юрия, на дочери князя Дмитрия Палицкого, также одного из главных советников Шуйского и подвергавшегося за это прежде опале. Влияние Сильвестра и советников его могло встретить препятствие только в одном близком к царю семействе Захарьиных Юрьевых. Отсюда ненависть советников Сильвестровых к царице Анастасии и ее братьям, ненависть могшая вызывать и со стороны последних подобное же чувство. Советники Сильвестра сравнивали Анастасию с Евдокею, женою византийского императора Аркадия, гонительницу Златоуста, разумея под Златоустом Сильвестра. Курбский называет Захарьиных Юрьевых клеветниками и нечестивыми губителями всего русского царства. И вот в случае смерти царя и во время малолетства сына его правительницей будет Анастасия, который, разумеется, даст большое влияние своим братьям. Советники Сильвестра объявляют решительно, что они не хотят повиноваться Романовым и потому признают наследником престола князя Владимира Андреевича. Оставшийся верным Иоанну князь Владимир Воротынский и дьяк Иван Михайлович Висковатый начали говорить удельному князю, чтобы не упрямился. Государя бы послушал и крест целовал племяннику. Князь Владимир Андреевич сильно рассердился и сказал Воротынскому «Ты б со мною не бронился и не указывал и против меня не говорил». Воротынский отвечал ему «Я дал душу государю своему, царю и великому князю Ивану Васильевичу и сыну его, царевичу князю Димитрию, что мне служить им во всем вправду. С тобою они ж, государи мои, велели мне говорить. Служу им, государям своим, а тебе служить не хочу. За них с тобою говорю, а где доведется, по их приказанию и драться с тобою готов». И была между боярами брань большая, крик, шум. Больной царь начал им говорить «Если вы сыну моему Димитрию креста не целуете, то значит у вас другой государь есть. А ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию. Велю вам служить сыну моему Димитрию, а не Захарьиным. Я с вами говорить не могу много. Вы души свои забыли. Нам и нашим детям служить не хотите, в чем на крест целовали. Того не помните. А кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому не захочет служить. И если мы вам не надобны, то это на ваших душах». На это отозвался князь Иван Михайлович Шуйский. Он придумал отговорку. «Нам нельзя целовать крест не перед государем. Перед кем нам целовать, когда государя тут нет?» Прямее высказался окольничий Федор Адашев, отец царского любимца. Что было у него на душе больше, чем у других, то и вылилось. «Тебе, государю, сыну твоему, царевичу-князю Димитрию, крест целуем, а Захарьиным, Данили с братью, нам не служить. Сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, Данили с братью, а мы уж от бояр в твое малолетство беды видали многие». И был не те же большой. Шум и речи многие во всех боярах. Не хотят младенцу служить. Но к вечеру поцеловали крест Димитрию следующие бояре. Князь Иван Федорович Мстиславский, князь Владимир Иванович Воротынский, Иван Васильевич Шереметьев, Михайло Яковлевич Морозов, князь Дмитрий Палицкий, дьяк Иван Михайлович Висковатый. Тут же поцеловали крест и Захарьины Данила Романович и Василий Михайлович. Но трое князей, Петр Щенятев-Патрикеев, Семен Ростовский и Иван Турунтай-Пронский, сперва советник Шуйских, восстававший с ними вместе на Воронцова, потом отъезжик вместе с Глинским, трое этих князей продолжали говорить. «Ведь нами владеть Захарьиным. И чем нами владеть Захарьиным и служить нам государю молодому, так мы лучше станем служить старому князю Владимиру Андреевичу». Окольничий Салтыков донес, что князь Дмитрий немой, едучи с ним по площади, говорил, «Бог знает, что делается. Нас, бояре, приводят к присяге, а сами креста не целовали. А как служить малому мимо старого? А ведь нами владеть Захарьиным». Царь велел написать целовальную запись, по которой приводить к присяге князя Владимира Андреевича. «Эта запись замечательна тем, что в ней право отъезда совершенно уничтожено. Князей служебных, сводчинами и бояр ваших мне не принимать. Также и всяких ваших служебных людей без вашего приказания не принимать никого». Когда князь Владимир пришел к Иоанну, то ему подали запись, и царь сказал ему, чтобы он дал на ней присягу. Владимир прямо отрекся целовать крест. Тогда Иоанн сказал ему, «Знаешь сам, что станется бояром, поцеловавшим крест». Иоанн сказал, «Бояре, я болен, мне уж не до того. А вы, на чем мне и сыну моему Дмитрию, крест целовали, потому и делайте». Бояре, поцеловавшие крест, начали уговаривать к тому же и других, но те отвечали им жестокую бранью. «Вы хотите владеть, а мы вам должны будем служить, не хотим вашего владения», кричали они. А между тем князь Владимир Андреевич и его мать собирали своих детей боярских и раздавали им жалования. Присягнувшие бояре стали говорить Владимиру, что он и его мать поступают неприлично. Государь болен, а они людям своим деньги раздают. Владимир сильно рассердился за это на бояр, а те стали его беречься, не стали часто пускать к больному государю. Тут услыхали и Сильвестра, молчавшего до тех пор. Он стал говорить присягнувшим боярам, «Зачем вы не пускаете князя Владимира государю? Он государю добра хочет». Бояре отвечали, «Мы дали присягу государю и сыну его по этой присяге и делаем так, как бы их государству было крепче». С этих пор пошла вражда у присягнувших бояр Сильвестром и его советниками. На другой день Иоанн призвал всех бояр и начал им говорить, чтобы они присягали сыну его, царевичу Димитрию, и присягали бы в передней избе, потому что он очень болен, и приводить их к присяге при себе ему очень тяжело. Вместо себя он велел присутствовать при крестном целовании боярам, князям Стеславскому и Воротынскому с товарищами. Присягнувшим боярам Иоанн сказал, «Вы дали мне и сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на государстве не хотят видеть. Так если станется надо мной воля Божья, умру я, то вы, пожалуйста, не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали. Не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет. А вы, Захарьины, чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы. Так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». Из последних слов видно, что Захарьины испугались сильного сопротивления враждебной стороны, и царь должен был напомнить им, что их судьба тесно связана с судьбой у царицы и царевича, что если они поддадутся требованиям противной стороны и признают царем Владимира вместо Дмитрия, то и в таком случае пощажены не будут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...